Если очень хочешь и делаешь что-то для этого, сможешь. Есть лень просто. Я понимаю, что есть, это нормально, да, мир делится всегда на касты. Несите вату, мы должны собрать все слюно. Озвучило когда-нибудь аниме, кстати говоря? И Райан Гослинга хочу, и... Всем привет, с вами Семен, и вы слушаете подкаст «Нажми, чтобы начать». Подкаст про игры, про индустрию, ну и, конечно же, людей, которые в ней работают, или просто любят игры, например, вот как я. Спонсор этого сезона подкаста — российская школа игровой разработки «Скримскул». И тема сегодняшнего выпуска — это озвучка, причем не только игр, потому что у нас в гостях Мария Борисова, это актриса дубляжа, и не только. Маш, привет! Привет! Очень рада, привет! Первый вопрос у всех одинаковый, но ответ очень разный, вот, я удивлен, конечно. Расскажи, пожалуйста, немножко про себя. Вот давай прям вот до момента, как ты начала заниматься озвучкой. Ты родилась прям вот отсюда. А, то есть вот настолько, настолько до этого. Я родилась в провинциальном городе Пенза. В 92-м году. Не скрывая свой возраст, хотя на кинопоиске все есть, сейчас уже скрыть сложно, мне кажется. Училась в школе, после девятого класса переехала в Москву с мамой. Сначала мама решила меня, так сказать, определить в финансово-экономический колледж, потому что сама с этим связана, и подумала, что, собственно, по ее стопам можно меня и пустить. Ну, это обычная история, там, в стиле я врач, поэтому мой сын будет врачом. Я смогу помочь, я смогу объяснить, это будет проще, там, и так далее. Но важный момент упустила. До момента, когда я перебилась в Москву, я училась в музыкальной школе, то есть с 7 лет. Это очень такой важный момент, получается, ключевой, можно сказать, который повлиял вообще на всю мою жизнь. Сейчас коротко расскажу, почему. Я поступила в музыкальную школу по классу фортепиано, и с садика я пела, то есть у меня постоянно педагог, по-моему, музыкальный педагог поняла, что у меня в девочке есть слух, хороший голос, и надо ее сейчас во все номера ставить на сцену, чтобы она пела. В общем, я там за всех по полной программе отбивалась, можно сказать. Значит, был садик, получается, там я уже выступала и пела, потом была музыкальная школа, а потом я переехала в Москву, и вроде как уже, ну, можно было бы и бросить музыкальную школу, потому что, ну, зачем финансо-экономический колледж там и так далее. Но у меня остался один класс незаконченный. Очень было жаль, очень хотелось все-таки получить диплом, что я отучилась музыкалке. И в этом финансовом колледже я спросила приемную комиссию, говорю, ребята, а у вас тут музыкалка рядом есть какая-нибудь? Они говорят, есть. Одну, которая Пугачева заканчивала, вторую Киркоров. Вы, говорит, какую выберете? Я говорю, ну, конечно, какую Пугачева. Я говорю, конечно, которую Пугачева, это школа Ипполитва Иванова на марксистской. Собственно, меня взяли в эту школу, я, получается, училась в этом колледже и в музыкальной школе. В музыкальной школе я встретила педагога по вокалу, потому что я очень люблю петь и до сих пор этим занимаюсь. И она мне сказала, Маша, ну какой колледж финансово-экономический? Тебе либо гнесинка, либо театральный. А почему, вот, кстати, почему театральный? Ну, я, если что, сам щепку заканчивал. Но вот мне все время казалось, что вокал и актерское мастерство – это прям все-таки штуки разные. Они близко находятся. Но кажется, что вот все-таки оно прям вот как будто немножко параллельно идет, иногда пересекается. Но вот почему? Вот это хороший вопрос. Почему? Была такая мысль, что в гнесинку шансы попасть просто человеку с улицы, чему-то был такой вот, может быть, стереотип, такое вот какое-то понимание, что в гнесинку попасть сложнее. То есть вот просто, просто так. Ну, потому что она одна. Да, а в театральной их пять. Побольше. Их пять основных, да, там, Гитис, МХАТ, Щука-Щепка, ГИК. Вот. И получается, вот, выбор пал на театральный. Плюс еще со мной параллельно на вокале училась девочка, которая уже снималась в кино, и она как бы тоже я, ну, мне было интересно, и тоже так немножко сподвигло, получается, меня именно вот пойти в эту сторону. И через какое-то время я ухожу из этого колледжа, перехожу в обычную школу в девятый класс. Параллельно, получается, музыкалки. Заканчиваю в 2009 году музыкалку, кстати, с красным дипломом, что я прям очень горжусь. Неплохо, неплохо. Это прям звучит гордо. Заканчиваю школу и начинаю пытаться поступить, как и все. Это куча разных этапов, туров, то есть по шесть в каждом вузе, ты записываешь, ты приходишь там, например, я помню, в ГИТИС, я встала в 4 утра, пришла в 6, и была какой-то 150-й. То есть там уже стояла огромная толпа абитуриентов. Было очень холодно, мы все стояли на улице, как сейчас помню. И вот эта вот вся история, она продолжалась на протяжении двух месяцев. Нас кидали с тура на тур, и там, если ты проходил на следующий, ну, если ты заканчивал щепку, ты понимаешь, о чем я говорю прекрасно. Там есть что-то, я не помню, там первый, значит, отборочный тур, потом вроде еще три тура, потом вроде бы уже, потом что-то сценодвижение. Конкурс, этюды и коллоквиум. В конце все заканчивается коллоквиумом, это уже собеседование. А ты помнишь, где, как бы, докуда ты доходила? Потому что вот я помню, что в МХАТе меня сразу отправили, потом во ВГИКе я, по-моему, до второго доходил тура, и что-то в ГИТИСе, что ли, до третьего кажется. Вот. И в щепку, собственно, до конца. Но точно не помню. Вот ты помнишь, где у тебя, докуда, как бы, шел прогресс? Ну, примерно, да. Вообще, самое первое мое прослушивание было как раз во ВГИКе у Меньшова, куда я, собственно, и поступила, куда меня и взяли. И это было очень забавно, потому что, ну, первое прослушивание, ты вообще еще не понимаешь. Тебе рассказывали, конечно, ты много слышал о том, как это происходит, но когда ты это не попробовал, ты не знаешь. И я вообще не понимала, как это все будет происходить. В общем, я приехала утром, наверное, часов в десять, как сейчас помню. Пошла уже на прослушивание, там, по-моему, по пятеркам или по десяткам слушали, не помню сейчас. Ну, у кого как, по-моему. Да-да-да, по пятеркам. У нас была, по-моему, пятерка. Ну, ощущение, что народу много, кажется. Народа было очень много. Я говорю, я приехала в десять, я прослушалась только около семи часов вечера. То есть все это время я сидела в вестибюле в ГИКе. Все там друг с другом общались и так далее. И, в общем, момент. Мы стоим около двери. Сейчас заходите уже на прослушивание. Наша следующая пятерка. Открывается дверь. Выходит пять человек, которые до нас были. И выходит Владимир Валентинович Меньшов. То есть выходит и говорит, ну, ребят, вас там послушают. И мы такие, знаете, вот так вот носом просто, носом так из стороны в сторону. То есть я понимаю, что он меня не увидит сейчас. Ну, и как бы, получается, моя там, в каком смысле, судьба перехода на следующий тур зависит от людей, ну, остальных педагогов там и остальных, кто был в комиссии. Но они меня пропустили. Что называется судьба, они все равно меня пропустили на следующий тур. И уже, по-моему, на втором или на третьем он был сам вместе с Вера Валентиной Алентовой. И, собственно, вот с ними я шла до конца. Если говорить про остальные вузы, до конца я дошла еще в Бочкарев. Бочкарев в Щепка, да. У нас в Щуке был тогда Галибин, как сейчас помню. Тоже у него я дошла почти до конкурса, мне кажется. Достаточно долго он меня тоже так как-то, я ему приглянулась, видимо. В каком году, напомню, ты поступала? В 2009. А, ну, значит, да, значит, точно, точно. Потому что я в 10-м поступил, и Бочкаревский курс был на курс выше моего. Да. Да, и Бочкарев тоже меня брал, как сейчас помню. Когда я уже дошла до финала, это уже был конкурс последний, что-то мы показывали, какие-то этюды. И он на меня смотрит, говорит, ты где-то еще дошла до конкурса, до финала? Я говорю, да. Он говорит, где? Я говорю, у Меньшова. И он так на меня смотрит и говорит, ну, ты же к нему пойдешь. Я говорю, да. Ну, да. Поэтому он так не то чтобы с грустью, даже с какой-то, наверное, радостью за меня отпустил, но в целом готов был меня взять тоже. Единственное, вот Гитис, меня не пропустили дальше, там был Женовач. В общем, они меня скинули, как, знаете, говорят между нами актерами, они меня скинули с первого тура. Ну, то есть, в Гитис как-то вот не особо пошло. А Щука тоже пропускала там до третьего где-то. Ну, то есть, вот такая была какая-то история, очень волнительная, да, очень. Ну, это интересно. Вот это прям такое время прикольное. Потом такой думаешь, господи, какой кошмар. Вот ты сидишь, что-то зачем-то сильно переживаешь, а потом уже такой, вроде и не так сложно-то было. Ну, типа думаешь, все люди как люди, там сдали ЕГЭ, подготовились, да, какие-то устные, ну, кто там поступает, да, предметы. А мы вот ходим, встаем в пять утра, стоим на улице в Гитисе. Вот я как сейчас помню, это было вот это шесть утра, вот огромная толпа, и мы все на улице, нас не пустили внутрь. Было ужасно холодно почему-то. Прям холодрыгом мы ходили греться, там какие-то кафе рядом. Вот прям почему-то запомнила, как раз к женовачу прослушивание. Просто думаю, откуда это рвение? У меня мама просто смотрела на меня, я не понимала, что происходит с ребенком, откуда вот это вот. Причем мама была уверена, что, ну, скорее всего, я не поступлю, потому что, ну, потому что, как есть стереотип, да, либо деньги, либо связи, типа вот, ну, в театральный, там опять-таки, да, или в какие-то такие учебные заведения. Ну, то есть вряд ли я поступлю. Она говорила, ну, пусть пробуют, я ей запрещать не буду, но вряд ли. И когда я поступила к Меньшову, мне сказали, что меня взяли, я позвонила, говорю, мам, я поступила. Мама говорит, ты ничего не перепутала? Иди переспроси. Ну, то есть она настолько не верила не в меня, а в, ну, в какое-то вот ее видение этого мира, так сказать. Могу торжественно заявить, ребята, что все возможно, и это действительно стереотип. Если ты очень хочешь, то ты добьешься и ты пройдешь, потому что я с улицы, можно сказать, человек после школы поступила к Владимиру Валентиновичу Меньшову и Веру Валентину Неоленту. Ну, да. Ну, надо еще, правда, постараться, вот, как бы, не просто так. Безусловно, за этим стоит, естественно, там и подготовка долгая была, и много чего. Это не значит, что, типа, ты такой ничего не делал. Я имею в виду с точки зрения возможности, она есть. Это не значит, что если ты там, у тебя чего-то там не хватает, то ты не сможешь. Нет, сможешь. Если очень хочешь и делаешь что-то для этого, сможешь. Я проверяла. Это правда. И даже если не сразу, то потом вполне обязательно, потому что у меня вот однокурсники там некоторые лет по пять поступали. Они, конечно, я понимал, что я вообще никогда в жизни не пойму, что это такое. Я с первого раза поступил такой, ну, все, вот я пойду в щепку, потому что там столовая вкусная. Вот. И, а там ребята прям вот реально по несколько лет. Причем некоторые сейчас, ну, снимаются, некоторые вообще уже чем-то другим занимаются, но они явно гораздо, гораздо больше прочувствовали вот это момент поступления, нежели чем те, кто в первый раз попали. Но это интересно. У нас тоже мои однокурсники, да, были кто со второго, кто с третьего раза, то есть, да, было такое. Я понимаю. Я общалась с этими людьми, которые по пять лет. Мишов сам с первого раза же не поступил, насколько я помню, насколько я знаю. То есть, казалось бы, да, человек, который в итоге получил Оскар. Ну, так бывает. Да, это если что, если что, нас сейчас слушают люди, которые уже забыли, что это подкаст про игры, но это нормально, это нормально. Если что, это мотивация, вот. Это поговорка, если долго, значит, мучиться, что-нибудь получится. Она работает действительно всегда. Ну, ладно. Так, значит, ты поступила. Что стало происходить дальше? Дальше началось самое интересное. Оказалось, что поступить – это цветочки по сравнению с тем, что было дальше. Да-да-да, есть такое. Такой хоп, нежданчик. Ну, то есть, во-первых, ну, это было, конечно, все непросто, особенно мне, человеку, с первого раза поступившему, да, я просто видела ребята, которые поступали там второй, третий раз, и это время, пока они ждали, например, второй раз поступления, да, они занимались, то есть, они ходили в какие-то актерские студии, и видно было, что они не с нуля. Я практически, ну, вот, на своей природе, так сказать, и все. Дальше началась жизнь в четыре года с утра до ночи, без выходных, именно до ночи, а иногда даже мы там и ночевали, то есть, даже и ночи, да, да, то есть, это просто жизнь, которая перешла в пределы в ГИКа, и все. И, собственно, четыре года так она и продолжалась, больше никакой жизни вне не было. Но она была достаточно интересная, классная, непростая точно, и удержаться, как нам всегда педагоги повторяли, поступить мало, надо еще удержаться, потому что, ну, у нас кого-то отчислили. Отчисляли, да? На первом курсе или уже потом? На первом, да, на первом и на втором. У нас тоже, да. Но на втором, там, по-моему, за дисциплину был такой момент, там, не про история не про талант, а про... Ну, все равно дисциплина – это тоже часть, получается, часть нашей профессии большая. Меня Клюев почти отчислил однажды за то, что я проспал на 15 минут генеральный прогон. Я просто еще, помимо всего, я еще на свету сидел, то есть, я как бы играл в спектакли и потом поднимался наверх и как бы за световой пульт. Вот. И когда 10-дневка, если, ну, вдруг кто-то не знает, что такое 10-дневка, это когда 10 дней подряд репетируют одно и то же с утра до ночи. Вот. Я, естественно, ну, я там, как бы в 10 туда залезал, в 12 ночи оттуда вылезал и периодически на сцену выбегал. Я в какой-то момент, ну, просто проспал. Ну, вот так получилось. Я проспал, прыгнул в такси, и мне звонят, говорят, все, что тебя Борис Владимирович отчисляет. Я такой, а мне уже, в принципе, все равно. Я не спал. Я такой, очень жаль. Вот. Я приехал, он как бы провел со мной воспитательную беседу там в стиле, ну, как же так, Семен, вот пиши. Отчисляюсь по собственному, и этот листок будет у меня лежать. Вот. И он там как бы лежал все время, пока я учился потом. Вот. Но не отчислили. Забавно. Ну, хорошо, что все-таки не отчислили. Вообще недосып страшный в актерских. Когда ты учишься на актерском, это просто страшнейший. Причем это даже не потому, что ты где-то там тусишь или что-то делаешь. Именно вот от того, что ты у тебя... Утром эти разные пары, речь, танец, какие-то лекции. У нас было очень много лекций по кино. У нас было... Мы смотрели кино, то есть вот был... В Афгике были эти дисциплины. Я так, насколько знаю, в остальных нет вот прям просмотров. В Сепке тоже есть история кино, но это как раз было одно из тех мест, где можно было поспать. Там есть такой маленький зал, значит, где как раз Кузнецов сейчас ведет как раз-таки озвучку. Ну, вроде бы ведет. Про Кузнецова это вообще отдельная история. И как раз в этом зале все, значит, рассаживались, запускали какого-нибудь там хичкока. Да-да. И после этого все... Сразу вот эти звуки на заднем фоне, и все спят просто, потому что, ну, показывают немое кино, люди не... Признаюсь, признаюсь, тоже пару раз такое было. Иногда, конечно, хотелось посмотреть, и ты себя такой просто вот в эти спички вставляя в глаза, тебе хочется посмотреть, интересно, но ты борешься с этим сном. Но иногда сон брал свое и вырубало просто. И так сладко было. А еще утром ты пришел в эти 9.15, и так сладко ты просто продолжил свой сон. Да-да-да. Ну, я так понимаю, что все-таки у вас, наверное, чуть-чуть посерьезнее была вот эта история про кино. Да, у нас всего было больше. Она в тот момент была такая, вот прям реально включили, и смотришь. У нас истории зарубежного, и истории отечественного, и, в общем, все истории, мне кажется, кино, которые можно было бы... И актеры мирового кино у нас была такая дисциплина. То есть, да, в ГИК все-таки делает акцент именно на кино и на просмотрах. В неделю несколько было прям просмотров. Ну, сейчас вроде остальные тоже там подтягиваться начинают, но да, это вроде бы все уже вот начиналось еще тогда. Как мы переходим из, значит, этого всего дела к озвучке? Как начал происходить этот переход? У вас прям была какая-то дисциплина или еще... Вот, да, я хотела сказать, что у нас была такая дисциплина, и мы этим отличаемся от всех остальных, потому что, насколько я знаю, в остальных вузах нет озвучки, озвучания. Вот сейчас как раз Щепки появилась. Начинать. Да, но тогда не было. Тогда не было. Причем я могу ходить. Я могу ходить как выпускник, значит, к нему на занятия, но я походил раза три, и потом такой, ну, я уже работаю, там вот это все, и перестал. Ну, а очень зря. Но Щепкинцам очень повезло с педагогом Вселенным Борисовичем, потому что у меня с ним вообще-то связана вся моя история озвучки, можно сказать. Ну, это сейчас я к этому приду. А если начинать сначала, то да, я, получается, вообще узнала, что такое озвучка, и что такое есть, и что можно озвучивать, можно в этом тоже работать. Я узнала в Афгике, потому что у нас был такой предмет, такая дисциплина. У нас вела прекрасный педагог. То есть была отдельная студия, куда мы приходили, и ты так же... То есть все, все как вот в реальности происходит на озвучках уже профессиональных. Абсолютно профессиональная студия, микрофон, звукорежиссер, экран, то есть вот полностью. И именно там я с этим познакомилась, и у меня получилось, и мне очень понравилось, и я поняла, что я бы хотела этим заниматься и дальше. Я завидую. Ну, то есть я прям вот честно скажу, я завидую, потому что вот за счет, наверное, как раз-таки того, что в других вузах этого не было, я мало этим всем занимался. То есть я там озвучиваю периодически мультики, какие-то игры, но прям очень мало, и вот это прям кто-то где-то там позвал, такой, о, Семен, так ты же это, давай нам помоги. Вот, то есть вот в таком стиле там какие-то аудиокнижки, но прям совсем мелочь. Вот. Это я, конечно, завидую, что вот. И сейчас ребятам завидую, что у них есть. У тебя очень приятный голос, мне кажется, это получилось бы. Спасибо. Ну, и так как у тебя есть образование, то в целом у тебя все составляющие, о которых мы тоже поговорим сегодня. Да, есть лень просто. Вот меня даже пару раз спросили, да, типа отправить демку на студии. Я такой, да-да-да, потом я такой сажусь в демку. Как делать демку? Потом, о, мне же работать пора. И забывал про это. И начинается прокрастинация. Да-да-да, то есть ты как бы работаешь, но для того, чтобы не заниматься чем-то еще. Ну ладно, да, все, так, возвращаем разговор, я опять куда-то там улетел. Дальше я поняла, что я хочу в этом работать и попробовать туда попасть. Сразу столкнулась с тем, что это не просто туда попасть. Ну и как все, в большинстве случаев, актеры, которые озвучивают, все начинают с гуров. Не все знают, что это такое, наверное, надо объяснить, да, что такое гур-гур. Нужно, да, нужно объяснить слушателям. Ну, в общем, да, это звуки, звуки толпы. Там в стиле, а что это сказал, что он герой, осторожно, он герой. Вот это вот. Да-да-да, и какие-то маленькие эпизоды, да, то есть там, например, уже которые действительно слышны, там, привет, или там, спасибо, да, то есть, ну, ты даже эпизодом не назовешь, но уже отдельные фразы, которые, в принципе, тебя уже слышат. То есть все начиналось с этого. И первый человек, режиссер, которому я попала, как раз был Всеволод Борисович Кузнецов. Это прекрасно. Вот, я его сейчас называю своим крестным в озвучке и в дубляже. Я очень благодарна и счастлива, что именно с ним я начала, именно он явился моим таким наставником, учителем. Что говорить? Все знают. Это потрясающий человек, потрясающий профессионал. И режиссер, и актер дубляжа тоже. Вот. И так я начала. Ты помнишь прям вот первую запись? Вот прям вот, ну, вот не в смысле во время учебы, а вот прям то, что уже потом пошло в фильм, например, в сериал. Вот самую первую, так как это были Гургуры, я не помню. Но я помню первую, где у меня был маленький эпизод. Но я им очень горда. Это «Безумный Макс. Дорога ярости». Вот в этом фильме я озвучила одну из невест. Прямо это, для меня это прям был вау, потому что когда ты первый раз приходишь и слышишь себя в кино, и еще в таком крутом фильме. Ну, то есть вот это было прям, тоже это было с Севой. И это был уже мой первый такой достаточно большой, хороший эпизод в дубляже. Ну, и там же это все-таки там не так много диалогов, то есть это прям заметная штука была. Ну, то есть это не совсем такой гургур, когда вот там тысяча всяких персонажей есть на экране. Ну, то есть я к тому, что «Безумный Макс», там вообще, в принципе, мало людей, которые рот открывают. Вот, я об этом. Именно, что «Безумный Макс», я пришла на отдельный вызов. Я «Гургуры» там не писала. Я пришла как бы уже на роль. Это была моя первая эпизодическая роль. Да, а вот ты меня спрашиваешь, первый фильм, где вот самый-самый первый, я сейчас не вспомню, правда. Это было очень, ну, как бы относительно давно, почти лет 10 назад. Я, короче, как раз не про «Гургур», я зря про «Гургур» сказал. Я имел в виду вот какую-то маленькую уже прям вот роль. Ну, то есть прям вот уже какой-то то, что тебя слышно, тебя видно. Я об этом. И про то, что в «Безумном Максе», там, казалось бы, и нет совсем маленьких каких-то вот таких эпизодов, потому что там все заметны. Их очень мало, я об этом. Но прям вот совсем маленькие – это какие-то проходящие, я вот говорю, люди, типа «Привет», «Спасибо». И они даже не прописаны там на кинопоиске, да, в актерах. То есть, да, это считается уже фразы какие-то твои, да, или там одна фраза, выкрик. А, ну это уже третья ступень, короче, я понимаю. Да, да, да. То есть я, видимо, даже, ну и не запомнила, потому что это, ну это все равно, как бы, да, ты слышишь себя уже не в «Гургуре», а отдельные какие-то фразы, но это еще не настолько круто, короче, чтобы это запомнить. Ну я понял. Ну вот, значит, началось прям вот серьезно, получается, уже все дальше пошло вот с «Безумного Макса». Ну получается, да, у Севы. А дальше это как сарафанное радио, то есть все зависит от себя. Возможность попасть на «Гура» у актеров, она есть. Это вообще, ну не так сложно. Конечно же, ну уже проявиться там, да, и это уже второй вопрос. И потом начинается как сарафанное радио, там тебя кому-то рекомендуют, каким-то еще режиссером, да, ты там куда-то сам звонишь, себя предлагаешь. Но, конечно же, обязательно у тебя должны быть эти пресловутые демки, о которых ты сказал, потому что без них ты, ну, здесь ты не уйдешь далеко, потому что первое, что у тебя спрашивают, это какое у вас образование, а второе, тебя просят прислать свои демки. Это правда, это правда. Причем на самом деле самое забавное, что я в какой-то момент озвучивал, там, короче, там мультик выйдет когда-то на ТНТ, его уже рисуют года три, и я периодически хожу и эпизоды, значит, озвучиваю. И в какой-то момент на студии, где я писал, значит, звукорежиссер такой, о, говорит, слушай, а ты можешь это, нам нужно книжку, книжку озвучить? Есть у тебя демка? Я говорю, ну нет, у меня демки нет. Он такой говорит, ну я тебя уже давно слушаю, давай озвучь книжку. Я ее озвучил, как бы она где-то там лежит на литрисе. Ну вот тоже забавно, просто потому что он меня слышал постоянно, он уже, ему не нужна была демка. Но я прекрасно понимаю, что люди, которые ищут себе актеров на озвучку, им естественно нужна демка. Вот, но нужно ее сделать. Ну, именно на начальном этапе, то есть сейчас, например, если Сева меня зовет к себе на озвучку, конечно же, он уже знает просто меня, и он, когда отсматривает кино, он видит персонажей, и если я подхожу до актера, и он уже в своей, ну, как бы голове прикидывает, кто на какую роль подходит, да, и сейчас уже демки не нужны. Сейчас демки нужны в рекламе, потому что я еще озвучиваю рекламу очень много. Ну, это прям тоже такая отдельная... И там заказчики, да, это тоже вообще отдельная история, и, конечно, вот там заказчики чаще просят демки. Вот там прям must-have такой нужно, обязательно нужно иметь демку, если ты хочешь озвучивать рекламу. Да, иногда уже кто-то меня знает, опять-таки, и уже хотят просто работать со мной, вот, но в самом начале это были, это были демки, которые я отправляла. Потом, когда ты уже пишешь рекламу, у тебя уже твоя работа конкретно превращается в демку, и твое портфолио такое уже организуется, и получается, ну, то есть вот идет как по накатанной, то есть самое сложное это вот в самом начале, потому что как бы тебе говорят, как, знаете, вот это вот, это во всех профессиях так, у вас нет опыта, а чтобы опыт получить, да, вот этот как бы по кругу. Нужен опыт, да, но в какой-то момент формируется такой немножко, ну, можно сказать, личный бренд, и тогда уже как бы становится гораздо проще. То есть я совершенно недавно обнаружил, что у меня он даже появился, когда меня там зовут где-то вот в индустрии более-менее, такие, о, так это же Семен, он же там работал на игромайне ДТФ, сейчас на стопгейме, давайте его, он нам подойдет. Вот, то есть я такой, ничего себе, я даже не должен доказывать, что я работать могу, меня просто позвали, это, конечно, приятная штука. Да, это очень приятно, когда тебя конкретно зовут и уже даже там не в кастинг, да, тебя добавляют, а просто зовут конкретно уже тебя. Это очень приятно. Да, наверное, да. Вот про рекламу. Если что, то не на правах рекламы, значит, расскажи... Только сегодня писала рекламу, как раз с утра. Вот, расскажи, есть ли у тебя какая-то прям любимая реклама? То есть они же не все такие, что вот там все механы в Аденха, и мне пофиг, что я вообще рассказываю. Есть какие-то прям креативные, прикольные, интересные? У меня есть любимая реклама, там, адреналин раш, вот там, в этом тропическом раю тебя ждут приятные соседи, тихий район. Это вот моя любимая реклама. И вообще, одна из первых моих реклам, это Perfect Fit, это молодость питомца на долгие годы. Вот это вот просто, она у меня звучит в голове до сих пор. Ну да, конечно же, есть какие-то прям вот такие милые и запавшие в душу рекламы. Но я их столько, такое количество уже озвучивала, что даже уже многие-то и не помню. Иногда вот я сидела на гриме, просто еще на телевидении работаю, и сидела на гриме два дня назад, и слышу знакомый до боли голос, ну, в смысле, свой. А там, ну, телевизор был включен. Пришла реклама, которую я озвучивала, не буду сейчас говорить, бренд, вот, и такая, о, это ж я. Ну, то есть, такое тоже бывает часто. Ну, я представляю, учитывая количество твоих работ, что даже у меня иногда случается, что я какой-то случайно старый ролик там на ютубе нахожу, который я когда-то озвучивал, или там сам даже текст писал, и я начинаю смотреть, такой, блин, интересно, я уже чуть забыл. Вот такое случается, да. Давай, значит, к играм потихоньку будем переходить. Первый вопрос, значит, какая была самая первая игра, если ты помнишь, где ты участвовала в озвучке? Конечно, помню. Это вообще для меня такая тоже душесчипательная, трогательная, трепетная история, потому что моя самая первая игра у меня была «Ведьмак». То есть, ну, где Шани? Это прям первая, прикольно. Да, это Шани, да, это была самая, прям самая первая игра, без вообще каких-либо эпизодов до этого. И вот это тоже, да, интересная история, потому что я в какой-то момент поняла, что я хочу озвучивать игры, но я уже до этого момента какое-то количество фильмов в дубляже озвучила. И я обратилась на студию, на Vox, и меня добавили в кастинг. И поляки выбрали меня на Шани. Прикольно, прикольно. То есть, оно как бы там согласовывалось, естественно. Да, 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 это всё решается не здесь, ну, в каких-то играх. Ну, в основном во всех зарубежных играх решают, конечно, они, особенно роли. И вот они выбрали меня на Шани, я, конечно, ещё такая не понимала, что происходит. В тот момент я не понимала ещё масштаб, как бы, да, этой культовой игры и вообще, куда меня взяли, потому что это я, ну, я игры никогда не озвучивала, и я особо в них не играю, кроме двух. Я о них скажу. Каких? Давай сразу, каких? Ну, это там Рейдер Лара Крофт, я могу её проходить по нескольку раз просто. А какую? Там их много. Все, все, вот все, которые есть, я проходила. Ну, просто иногда хочется, то есть, смысл не в том, чтобы что-то новое увидеть, а смысл в том, чтобы как-то отвлечься и вот приятные... Ну, под залипнуть какие-то любимые штуки. Да, 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 да. И вторая, это герои третьи. О, ну, это прям, да, моя почти. Это любовь. Да, особенно с кем-нибудь, если в паре своих друзей, я обожаю просто, обожаю. С однокурсницей, помню, со своей постоянно играли. Слушай, а вот, ладно, будем, короче, плавать по темам. Попрыгать. А у тебя никогда... Вот смотри, вот ты сейчас, получается, назвала две игры, но наверняка ты в какие-то еще там играла, может быть? Ну, пробовала, да. Просто если говорить «играю», вот, да, играю иногда в Лару и в Героев. А как ты относишься вот к прям суперповествовательным играм? То есть вот, например, «Ведьмак» — это все-таки, несмотря на то, что многие называют это там «игрокино», как бы, что ты там больше смотришь и слушаешь, чем играешь, но, тем не менее, игры, то есть там есть открытый мир, там можно надолго засесть. А есть всякие истории вроде того же «Анчарта», «Ласт оф Ас», где ты озвучивала девочку, которую убила Элли ножом, значит. По-моему, да, ты в «Ластэшн Вито» там играла вроде бы что-то такое. Да-да-да, правильно это говоришь. Вот, да-да, это была ты. Собственно, вот к таким играм у тебя нет какого-то желания в них погрузиться? Может быть, желание и есть, но нет времени, потому что это же не одноразовая история. Ты сел, там, отвлекся. То есть туда надо вникать, туда нужно, чтобы этот мир тебя поглотил, так сказать, а это, я вот даже, если, мне кажется, взять «Ведьмак», я уверена, что это просто потрясающая игра. Даже я просто смотрю на людей, которые в нее играют, особенно геймеры, я вообще для них, если я говорю о человеку, который играет в игры очень сильно и много, если я говорю, что я там озвучивала Шани, и я становлюсь просто каким-то невероятным, не знаю, там, невероятной звездой. У меня даже, у меня просто настолько я не так как бы вот в этом мире именно как игрок, что я даже не понимаю, как это так может быть, чтобы вот, ну, чтобы они так, так сильно прям меня вот начинали, что я как будто, я не знаю, там, увидели Анжелию Жоли, вот такая реакция какая-то бешеная у людей. Я понимаю, что это особая категория людей, которая вот туда идет. Да, да, вот ты, кстати, никогда не замечала, вот я только сейчас подумал об этом, что на самом деле, вот если, ну, сейчас часто очень там шортсы где-нибудь на Ютубе смотришь, там что-то вот, какой-то отрывок фильма, или кто-то из актеров озвучки что-то рассказывает, и там всегда комментарии, ой, это вот тот самый голос детства, как же я его люблю. То есть там, не привязываясь к персонажам, которых человек озвучивал. А вот если персонажи, именно актеры, которые озвучивают игры, что-то рассказывают, там всегда, так это же вот там, вот, Геральт, так это же вот там, вот, Лара Крофт, условно говоря, вот я сейчас там от балды называю. То есть как будто бы именно актеров, которые озвучивают игры, люди запоминают как персонажей, которых они озвучили, а актеров, которые озвучивают фильмы, вот уже воспринимают как такой голос, который вот... Я не знаю, понятно ли я сейчас мысль доношу, но вот я вот сейчас задумался, что это действительно так. Ну да, то есть Геральт – это персонаж, вот у Сева, да, например, уже Сева озвучивал Геральта. Да-да-да. И получается там, если брать Том Круза, Брэда Питта, Уилла Смита, да, которых он озвучивал, это уже как голос. Да-да, все-таки, о, так это же... Да, да, есть такое. А вот когда Геральт... О, так это же Геральт! Ну, то есть как бы вот прям... Да-да-да-да-да. Оно прям сильно действительно аудитория отличается, возможно, потому что, ну, ты больше проникаешься всем этим делом, если ты вот варишься во всей истории, ты любишь играть. Я люблю играть, например. И, естественно, ты начинаешь быть близок со всеми этими именно персонажами. Мне бы хотелось поиграть «Ведьмака», если честно, но вот пока никак не доходят, так сказать, руки. Это долгая история. Я это понимаю, поэтому это точно не неделя даже, наверное. Конечно, это гораздо больше. Я вот как раз именно про там что-то вроде «Last of Us». Она тоже довольно долгая, вторая часть, но там первая попроще. Потому что это вот ближе к фильмам, и как будто бы в нее проще вкатиться людям, которые особо не играли. Я думаю, что я попробую еще в этой жизни все-таки поиграть «Ведьмака» в того же... Столько людей выбирают путь страха, называя это практичностью. Мой отец хотел стать комиком, и у него были все шансы. Но он не верил, что это возможно, и предпочел иметь спокойное и теплое местечко, став бухгалтером. Когда мне было 12 лет, его уволили, и нашей семье пришлось нелегко. На его примере я понял, что потерпеть неудачу можно и в нелюбимом деле. Так почему бы не попытать счастья в том, чего вы хотите на самом деле? Такой была речь Джима Керри перед выпускниками Университета управления Махариши в 2014 году. И я согласен с Джимом. Гарантированно неудачу терпит лишь тот, кто совсем ничего не делает. А чтобы достигать новых высот и найти дело, которое будет приносить удовольствие, нужно не бояться ошибаться. Сегодня многие хотят попробовать себя в геймдеве, но останавливаются из-за страха, что это сложно, что профессия слишком молода, чтобы считаться стабильной, или что для нее обязательно быть технарем. Однако сегодня в геймдеве найти себя в большей степени могут именно креативные люди, а преодолеть страх и овладеть профессией смогут Scream School. Scream School — первая и единственная очная индустриальная школа игровой разработки в России. В 2008 году одновременно с выходом мультфильма «Хортон» с участием Керри здесь начали преподавать компьютерную графику, а сегодня уже готовят студентов по направлениям геймдизайн, концепт-арт и игровая графика. Scream School является одним из десяти факультетов Universal University — университета, где строится будущее креативных индустрий, формируется новое экспертное сообщество и открываются широкие возможности для личного и профессионального развития. Миссия Scream School — раскрыть творческий потенциал человека и помочь ему совершить прыжок в новую жизнь. Здесь качество академических знаний сочетается с реальным студенческим опытом. Уже во время обучения ты научишься делать востребованные игры, причем как компьютерные, так и настольные. А главное — построишь топовый нетворкинг, ведь Scream School — это настоящий хаб игровой индустрии в России, где формируется комьюнити сильных специалистов. Однажды перед ними и ты сможешь прочитать свою мотивирующую выпускную речь. Подать заявку на обучение можно по ссылке в описании. Не бойся сделать шаг в новую жизнь и высокооплачиваемую профессию. Возвращаясь, значит, как раз к озвучке «Ведьмака», ты говоришь, что там особо еще не понимал, что вообще происходит, что это за мир такой и прочее. В чем различие? Я понимаю, что есть разные проекты, то есть вроде бы в «Ведьмаке», ну там понятно, там вот эту всю историю знают с тем, что там растягивали слова, убыстряли слова, потому что оказалось, что надо было в тайминге попадать. Но Шанина уже была в дополнении, то есть там эту штуку уже учитывали, правильно? Да, учитывали. Как вообще происходило? Ну вот процесс озвучки именно игры. То есть, ну, когда ты озвучиваешь фильм, у тебя есть картинка, как правило, если там нет каких-нибудь жестких идей. Да, когда фильм – это видеоряд, это перед тобой лежит текст. Ну, иногда, конечно, он на экране, но в основном он лежит на пипитре. Получается, ты пишешь просто, ты смотришь и пишешь. А на играх тебе максимум могут показать картинку твоего персонажа. Очень редко есть какое-то видео, но это скорее исключение. В основном... Вот в Last of Us, кстати, скорее всего, показывали, да? Или там тоже было? Да, там показывали, там показывали. То есть есть игры, где пишется под... всё равно под какое-то видео. Но это либо какой-то кусок, потому что не всё, в любом случае, не вся твоя роль будет под видео. Но это зависит тоже от хроноветража, потому что там тот же Last of Us, там его часов в 20 можно проходить, там роликов условно часов на 10, и там можно показать. Плюс там очень важно, это прям фильм практически. А там тот же Ведьмак, ну, куда-то 40 часов, что ли, смотреть? Ну да, мне показали фотографию Шани, рассказали, режиссёр рассказала, Ирина рассказала про неё, кто это, что это, что она делает, собственно, задачу. И вот дальше у тебя просто текст перед глазами на экране. Ты слушаешь сначала оригинал, а потом в тайминг попадаешь, да, ты должен просто в тайминг по времени этой фразы оригинала персонажа соответствовать, что твоя фраза должна тоже соответствовать. Это важно очень. Но при этом там условно липсинг... А его нет. Я же... Ну, я просто текст. И иногда Сева уже, если писался раньше меня, то иногда мне включали в диалогах с ним уже записанного Севу Геральда. Я слушала его, и чтобы диалог получался более живым, я отвечала как бы... Вот уже меня включали вопрос, я отвечала уже своим персонажам. Ну, это уже прям взаимодействие получалось. Ну, да. Это уже прям хорошо. А картинки, видео в «Ведьмаке» вообще никакой не было. Ну, просто фотография Шанни. Всё. Конечно, мы сначала перед тем, как писать, обсуждали, например, что происходит, мне объясняли коротко вот в этой сцене, да, что вообще там происходит. Потому что если ты просто видишь фразу, ты же не всегда понимаешь, а в чём, собственно, подвох истории, или вообще откуда там что взялось, и что там вокруг, и почему она это говорит, с какой эмоцией и так далее. Поэтому, как правило, перед каждой фразой сначала тебе объясняют, что вообще происходит. То есть, грубо говоря, то, что ты видишь, например, если говорить про дубляж, то, что ты можешь просто увидеть, и тебе не надо задавать вопрос, что происходит в сцене. В играх тебе рассказывает режиссёр, что происходит, потому что он всегда в курсе. Дальше, да, дальше ты слушаешь оригинал, и по эмоции тоже стараешься попасть, так как записали уже оригинальный текст. Хотел как раз спросить по поводу того, что нужно попасть в оригинал, в плане настроения, эмоций и прочего. Вот как ты относишься к тому делу, когда герой получается другим? Вот опять же, есть очень такая неоднозначная вот эта история с Геральтом, который многим очень нравится, каким получился у Бориса Кузнецова он, а многие прям такие, это вообще другой персонаж, какого дьявола! Вот я слышала только, видимо, тех людей, которым нравится. Никогда, ни разу, очень много разговаривала с кем именно об этой игре, и ни разу не слышала негативных отзывов. Наоборот, все говорят, он... Нет, я понимаю, что есть, это нормально, да? Мир делится всегда на касты, и, ну, получается, то, что слышала я, это всегда были восторги от того, что персонаж очень много приобрел за счет голоса всего до Борисовича. Да, да, да. Это несомненно, то есть я вот с этим... Сейчас, прежде чем, значит, там сейчас начнут люди искать, где же можно написать комментарий, сейчас я объясню. Вот, значит, я согласен, то есть мне гораздо было приятнее играть. Мне, в принципе, нечасто приятно играть в игры именно с русской локализацией, потому что частенько происходит, значит, потеря всего, чего возможно, вот. Но Ведьмака мне очень нравилось, просто потому что, помимо прочего, там еще и сеттинг подходит, он такой немножко вот, немножко наш. И при этом, несомненно, гораздо интереснее, многограннее получилось. Главная претензия была в том, что там, как бы, Геральт, он не показывает свои эмоции, он такой весь, я ведьмак, я, значит, у меня нет эмоций, я такая, я человек-машина. Вот. И в какой-то момент в игре происходит, значит, ситуация, когда он ее показывает впервые, там, условно, за 20 часов игры. То есть человек 20 часов слышит, его озвучивал, по-моему, в оригинале, вот сейчас как бы не ошибиться с именем, но, по-моему, Кокл его зовут. И он как раз-таки вот такой вот бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И потом он показывает эмоцию, и игрок должен такой офигеть, вот это ничего себе. Вот. И как раз вот эта штука могла не сработать. И вот за счет этого люди некоторые ругаются. Гром среди ясного неба, или наоборот, ясное небо среди грома. Ну, то есть как бы, получается, все монотонно-монотонно, а потом такое, ого. Да-да-да. Потом он такой, вот здесь он действительно там испытал. Вот. И как раз-таки это основная претензия тех, кто... Кто ругает озвучку Ведьмака? Хотя вот мне как раз-таки гораздо больше нравится то, что получилось у нас в локализации. Просто потому что, ну, ты реально 20 часов. А тут много шутеек появляется, много, значит, каких-то там граней. Это, конечно, все мне больше нравится. Ну да, все-таки, если на русскоязычную аудиторию, да, то есть ты можешь как-то добавить именно нашего менталитета, так сказать, в персонажа. И оно будет считываться уже немножко по-другому. И мне кажется, у Сева это очень хорошо получилось. И то, что я слышала, ну, мне очень нравится самой. Ну да, да, это правда. И то, что я слышала, когда писала игру, мне включали, и потом я слушала, где-то в интернете находила. У меня в основном все диалоги с ним. Ну там же да-да-да. Слушай, а, кстати говоря, вот ты сама потом, вот потом, когда, это же, получается, первая была озвучка именно игры, интересным было потом посмотреть на то, что получилось, уже как бы в готовом варианте. Конечно, конечно, конечно. И как? Еще как. Наверное, стоит сказать, что тогда, когда я посмотрела, да, это же было сколько лет назад, я только еще такой все-таки начинающей была, и тогда я посмотрела, ну, это одними глазами была, да, история. Сейчас я смотрю совсем другими глазами и понимаю, что здесь можно было бы сделать так, а сейчас бы я сделала вот так. То есть, когда ты все равно набираешься определенного опыта, и особенно в играх, да, потому что это была первая игра, то вот эти мои мнения на тот момент и сейчас, они разные. Но в целом, мне кажется, получилось вот эта какая-то ее светлость, светлая такая душа, и в чем-то такой, ну, действительно, это очень светлый персонаж. И мой вот на тот момент, моя наивность вообще в целом, ну, по жизни, да, то есть, чем, мне кажется, человек... В общем, молодость дает вот эту наивность, и чем ты становишься старше, ты становишься более все равно таким уже, немножечко меняешься. Ну да, конечно, конечно. Хотя я топлю всегда за то, чтобы не потерять детство, ни в коем случае. Но оно в какой-то момент начинает куда-то почему-то, куда-то как бы вот, типа такой проверяешь, вот здесь, а, все на месте, а потом вроде... Подожди, но не сегодня. Сегодня оно постоит, сегодня надо быть взрослым, да? Сегодня мы включаем подозрительность и черствость, но вообще оно здесь. Я его храню, да. Да, и вот эта моя наивность, которая у меня действительно была как бы по природе своей тогда больше, чем сейчас, она есть в этом персонаже, и вот эта, конечно, я там была более молода, чем сейчас, и, конечно, это все равно она вписалась, мне кажется, что она такая и есть. Ну, Шаня же, если я не ошибаюсь, она прям студентка, такая вот прям наивная студентка. Геральт, конечно, судевал ее своими поступками к ней, вот, ну, в общем, ладно, эта история умалчивает. Ведь она не умалчивает, что там было между ними, все-все видели в игре. Но я очень люблю этого персонажа, если говорить вообще про всех, кого я озвучивала, для меня это вот особый трепет, и потому что это первая игра, и потому что это такая, такого масштаба игра, и потому что конкретно именно этот персонаж, то есть она прям вот занимает особое место на полке моей души, так сказать, творческой. Ну, она прям классная получилась, то есть я помню, играл, мне очень нравился этот персонаж, и я играл как раз-таки в русской локализации. Так что, собственно, персонаж благодаря твоей работе понравился, возможно. Да, и у меня есть друзья, например, есть один друг, который живет за границей, и он играл, проходил и в оригинале, и в русской озвучке, и он сто процентов просто выбирает русскую озвучку с Севой, хотя он в совершенстве говорит по-английски, то есть у него нет проблем вообще никаких с языком, и он говорит, ну, я даже, если я буду еще играть, я буду играть только с Севой, только в русском варианте. Ну, есть же такие истории, когда, в принципе, да, понятно, что бывает часто, что там российская локализация как-то проигрывает, бывает, что там вот какой-то паритет, а бывает наоборот. Бывает как раз-таки, когда вот есть прекрасная совершенно игра Far Cry 3, да, который у нас там, господи, кто что-то, как Карасик, наверное, озвучивал, я не помню. В общем, там есть фраза, он в оригинале говорит, вот я не знаю там, если что, запикайте, но я, в принципе, сам могу, он там говорит, knife, fucking knife, а у нас получился ножик, ножик, и это как бы смешно. То есть, как будто бы персонаж стал гораздо смешнее, забавнее, там, и вот это всё. И в итоге там, опять же, Far Cry одна из вот таких игр, которую многие ставят в пример, что вот смотрите, у нас гораздо больше добавили персонажей, как будто бы всяких граней и вот этого всего. Да, очень часто как раз-таки наоборот, именно задача стоит не попасть в оригинал, а сделать по-другому. Вот у меня такое часто бывает, когда меня просят режиссёр сделать, не уйти вот в эту тональность, да, которого персонажа, который в оригинале, а сделать вообще по-другому, как раз-таки, чтобы украсить и как-то разнообразить. Это прям иногда стоит задача, не потому что получилось так, бывает, что ты делаешь просто, и получается так, да, а бывает, что прям ты приходишь с этой задачей. И если вот про эту тему говорить, у меня же есть несколько ролей, которых я переозвучивала, это тонировка была, я переозвучивала русских героинь, причём главных, в сериале, то есть это там по 10 часов, ты стоишь, если это главная героиня в сериале, ты понимаешь, да, то есть масштаб тоже. Вот, и у меня есть несколько ролей, прям таких вот, чтобы на 20 серий не было, ну, например, 4 серии, да, 4-х серийка, если это главная героиня, там, например, она следователь, она постоянно что-то говорит. И у меня, вот прям есть, наверное, около 10 ролей наших русских, которых я тоже переозвучивала, потому что по разным причинам, потому что, ну, то есть нужно было, нужно было сделать по-другому, да. Вот, такое тоже было. Скажи, а среди причин был плохо наклеенный микрофон? Вот просто у нас любят так делать. Как правило, плохо наклеенный микрофон, это такая единичная история, это если что-то подписать, переписать, да, то есть это могут позвать. Ну, это, как правило, да, сам актер. Поэтому это могут актеры позвать. Не может же постоянно быть плохо наклеенный микрофон, поэтому нет. Я видел такие сериалы. Ну, нет, у меня вот, нет, были другие причины, по которым хотели переозвучить. Ну, я понимаю. Это проще, сложнее или так же, вот когда ты на своем же языке переозвучиваешь другого человека? Иногда проще, иногда сложнее. Вот хороший вопрос, кстати, да, потому что... Хороший ответ, в принципе. Проще или сложнее? Ну, да, бывает и проще, а бывает и сложнее, в принципе. Ну, блин, как же объяснить, в чем вот суть, когда непросто. Конечно, с одной стороны, в чем проще, да, сразу, вот, наверное, так разложу. Проще в том, что ты слышишь изначально русскую речь, и тебе проще ориентироваться с таймингом, если это... То есть мне не нужно придумывать или там, ну, как бы... Изобрести... Да, мне не нужно придумать, как мне сейчас, например, русскую речь уложить в эту английскую там, да, фразу, грубо говоря, в дубляже, да, то есть мне не нужно. Я уже слышу русскую речь, которая будет соответствовать моей русской речи, и тайминг, он вообще, ну, как бы, очень просто его, если особенно есть слух, вообще легко получается, да. Иногда ты слышишь и повторяешь. То есть, получается, это как бы... Это из ситуации, где проще. А из ситуации, где сложнее, нужно же сделать так, чтобы максимально был похож голос этому лицу. Потому что дубляж, это всё-таки дубляж, и все понимают, что это дубляж. Всё равно подбирают, конечно, по типажу, как правило, по психофизике персонажа. То есть актёра подбирают под персонажа, если про дубляж говорить. Но вот этот момент, что ты не должен по голосу ему прям соответствовать, он здесь не учитывается. То есть ты не должен соответствовать ему по голосу. Ты просто пишешь по-своему, ты уже как бы... Это дубляж. То есть получается, как вторая версия. А здесь, получается, тебе нужно всё-таки максимально тембром попасть в человека, чтобы это смотрелось не как переозвученный герой на экране, чтобы это всё-таки было органично. Ну да, потому что, если ты смотришь зарубежный фильм, у тебя мозг такой, ну да, 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 это же дубляж, мы понимаем. А здесь, получается, вот дополнительная нагрузка на то, что ты всё равно должен улавливать вот этот тембр и постоянно его держать. То есть на всю... То есть ты иногда... Ну как бы ты же ловишь, да, и ты не должен выскакивать, если это большая роль, ты должен протянуть это от начала до конца, а то ты начинаешь вот это по регистрам прыгать, да, то высоко, то низко. Ну нет, так же не пойдёт. Да-да-да-да, даже я это понимаю, потому что иногда я вот, когда прихожу там спустя два месяца, и говорят, вот ты озвучивал бомжа в мультике, озвучь. А я такой, а я что, помню как? И мне включают, и я такой, это я? Мне говорят, да. Я говорю, а как я так сделал? Да, у меня тоже так бывает, когда, например, какую-то игру писала давно назад, и вышла какая-нибудь вторая или там третья часть или дополнение, меня вызывают и говорят, Маша, вот так ты звучала там три года назад. Я слушаю, говорю, а это я? То есть я в полном уверенности, то есть это точно я? Да-да-да, это ты. Да, такое бывает. Это вот, кстати, бывает заметно, когда ты смотришь, например, подряд какой-то сериал с озвучкой, и вроде бы озвучка та же, и вроде люди те же, но ты понимаешь, что между там вот этим сезоном и тем сезоном прошло полтора года, и когда вот ты переходишь с последней серии на первую серию следующего сезона, ты прям слышишь, что как будто вот человек по-другому уже говорит. Вот там, может, он куриц, а может быть, он там еще что-нибудь, голос сорвал, а потом как бы привыкаешь уже, но такой вот этот момент перехода с одного сезона на другой, прям заметно, что прошло время, человек говорит по-другому. Да, особенно если прошло время, да, потому что разные происходят нагрузки на голос, получается, и уже потом человек просто не так говорит, как это было. Там либо понижается, либо еще что-нибудь, там появляется дополнительная хрипотца или еще что-нибудь. То есть всегда, конечно, нам включают, как это было, и прям требуют, чтобы сейчас вот соответствовало с тем, что было. Персонаж такой же, голос персонажа был таким же, это прям важно, чтобы не было два разных человека. Ага, и ты такая, ну сейчас я вернусь в то время, вот подождите, у меня там машина времени. Ну это да, это явно нелегко. Кстати, по поводу нелегко, вот я хотел спросить по поводу того, насколько часто в озвучке и игр, и в принципе фильмов используется физика как таковая. То есть вот довольно, есть такая проблема у нас, ну была во всяком случае, то есть, что вот эти вот всякие, вот эти вот придыхания, там сморкания и прочие всякие физические штуки, у нас как будто прям вот отдельно, вот прям вот отдельно ложатся. Ну так раньше было, сейчас уже, конечно, этого поменьше. Вот часто ли, например, если герой там бежит куда-то очень далеко, приходится перед микрофоном немножечко побегать, условно говоря? Да, конечно, конечно, без этого никак. То есть вся физика прописывается и в играх, и в фильмах. То есть я вообще не знаю, как без этого можно. Иногда, конечно, в играх... Нет, если герой бежит, например, и текст на бегу, конечно, ты бежишь, и текст на бегу. Но в играх есть такой момент, что иногда вот эти все дыхи и вот эта вся физика... Или там... Или там... Там умирает, да? То есть... Типа такого. Ну, короче, иногда, точнее, практически всегда, наверное, вот в играх конкретно это прописывается отдельно. Но оно потому что отдельным файлом лежит. Да, то есть ты слушаешь размеры, там что-нибудь... Там, например, да, что-нибудь такое, и ты это пишешь. И иногда ты вот сидишь, особенно если персонаж не человек, какой-нибудь нечеловеческий, а вампир... Вот я там вампиршу озвучила, одну не буду называть. Пока нельзя называть? Нет-нет, она уже вышла, но просто я не знаю, насколько я имею право называть это в эфире. Ну, в общем, да, она... И мы когда писали ее, вот, вы знаете, вампирские звуки просто, представляешь? И вот это... А вот это все! У меня даже есть видео в социальных сетях, где у меня есть нарезка прям, как я озвучила эту роль, потому что если бы человек зашел просто с улицы, не понимал вообще, куда... Ну, что мы тут делаем? Он подумал, что это сумасшедший просто. С ума сошедший! Происходит изгнание дьявола. Да, это очень забавно. Даже ты уже начинаешь думать, а если это еще какое-нибудь утро, да, там, 11-10 утра, ты думаешь, господи, мне... Там, сколько мне было? 27 лет! Чем я занимаюсь? Это кайф, это особый кайф от этого всего, потому что, ну, это круто, когда у тебя такая необычная, классная профессия. Я прям... Мне нравится, я обожаю вот озвучку во всех ее, так сказать, проявлениях, и рекламу, и игры, и дубляж, и книги. Я, конечно, меньше пишу, у меня только одна книга, где я записывала. Вообще, я считаю, что книги – это вообще самая сложная история. Она, конечно, не с точки зрения актерства, она проще, то есть там не нужно играть, но с точки зрения вот этой какой-то навыка безошибочно вести мысль от начала до конца... Ремесло тут больше, конечно. Да, да, да. То есть ты читаешь фразу одну, а ты глазами уже внизу, чтобы понять, к чему ты ведешь, то есть это вообще целое искусство. Это отдельные люди, которые... Кстати, вот Сева тоже очень круто это делает. Не, ну он вообще как бы делает все. Он делает все, получается. То есть, ну, и я прям кланяюсь перед людьми, которые озвучивают суперкруто, быстро, профессионально книги, потому что это непросто. Я пробовала, я знаю. Ну, я озвучивал детскую книжку, и тут у меня есть еще проблема, что все время... Короче, когда... Я, конечно, мало занимаюсь озвучкой конкретно, да, то есть я там больше какие-то там ролики озвучиваю, но иногда я просто стримлю периодически игры, и я стараюсь всех героев как-то там... Ну, такое делать немножко за кадр. Как бы мне просто нравится сам формат. Вот. И ты в этот момент, ну, как бы ты думаешь о том, что говорит человек, да, как он говорит, там, вот это все. То есть ты не задумываешься о том, о чем ты задумываешься, когда занимаешься записью книжки, потому что спустя 20 минут прослушивания своего собственного голоса у тебя появляется, кажется, у меня здесь вот появилось, а вот здесь, кажется, у меня вот эти вот причмокивания появились. Хотя этого как бы не будет слышно особо, и людям это не будет мешать, но у тебя в голове... Такой самоанализ, да, идет, получается, более точечный, ты замечаешь более точный, да, что с твоим голосом, с речью. Да, как будто бы ты просто такой, блин, ну это же ужасно, у меня же каша какая-то во рту, это же невозможно слушать. Вот, кстати говоря, возвращаясь к играм, там очень строго на все вот эти призвуки, чмоки, если, не дай бог, тебе там куда-то в нос что-то ушло, или какой-то слюнак, слюн, как мы его называем, если слюн какой-то прошел, то есть там прям очень строго, вот в дубляже не так строго, ты прям вот как на ладошке, твой голос, и если вдруг там где-то слюна или что-то, где-то замкнуло, какой-то призвук, и мы будем добиваться, вот пока это не уйдет, да, вот пока... пока ты не... А иногда бывает так, если ты уже долго звучишь, у тебя уже, ну начинают там скапливаться слюни, а если еще, не дай бог, ты выпил кофе, я вот не пью кофе никогда перед озвучкой, потому что это сразу... А вот, кстати, у меня на удивление, оно наоборот как будто убирает слюну. От воды я считаю... У многих вообще без разницы, да, а вот у меня от кофе я... Ну как бы и у многих тоже как-то делимся. Так это да, это правило, то есть нельзя там, по-моему, апельсиновый сок, вот такие истории. Да, он тоже слюни выделяет. Вот, и в играх очень сильно дотошно, просто вот ты понимаешь, что у тебя же все, вот не уходит этот слюн вот из этого слова, какие-то еще щелчки, вот знаете, на каких-то переходных там звуках, да, и вот этот щелчок, он рождается. И вот пока ты его не уберешься, мы дальше не пойдем. А иногда вот типа просто... Так несите вату, мы должны собрать всю слюну со слезистой. И ты начинаешь что-то по полощи, когда вы что-нибудь сделаете, так уже воздух, ну уже начинаешь как-то что-то, в общем, а в дубляже такого нет. Я, кстати, предположу, почему так, потому что возможно, ну я так просто думаю, что в играх твой персонаж может оказаться условно в момент произнесения там какой-то фразы, произношения, произнесения уж не... Извините. Вот, может оказаться где угодно. Это может быть там пещера, поле, лес, и там будут применяться к нему всякие эффекты. И если там в момент, я не знаю, какого-нибудь эха у тебя будет не просто там вот такой вот звук, а будет там... Короче, слюна с небес начнет капать с эха. Это будет странно. Может быть, поэтому, кстати говоря, так происходит. Возможно, должен быть чистый звук, потому что к нему применяются всякие разные эффекты. Может быть, да. В играх обязательно должен быть чистый звук. Вот по поводу физики, я, кстати, еще вспомнил, интересная довольно история была. Человек-паук, ну не фильм, а игра вот Marvel Spider-Man. И в первой части была классная штука, они в оригинале как сделали? Они записали... Я уж не знаю как, бедный актер, который его озвучивает. Они записали все тексты, которые происходят не в роликах, а в открытом мире, в двух вариантах. В первом варианте он говорит спокойно, во втором варианте он летит на паутине. И эти две дорожки каким-то совершенно магическим способом друг с другом склеиваются, то есть в момент, когда он летит на паутине, и он приземлился, он начинает говорить нормально. И это прям суперклассная штука. И у нас в локализации этого нет. Он всегда говорит нормально. Но ты переключаешься на английский, и там вот эта штука. Я понимаю, почему. Это гораздо дороже, это гораздо сложнее, это бешеные какие-то должны быть производственные, наверное, мощности, но вроде бы у нас этого нет. И ты такой, почему? Классная фишка. Но, возможно, технически это сложно реализовать. Просто к тому, что вот иногда физика прописывается вот и таким образом, но это прям уникальный случай. То есть я больше таких игр, наверное, даже не слышал, не знаю. Но физика 100% нужна, ее нужно записывать, потому что... А как без нее? Если персонаж живет, получается, он не живет, если ты не делаешь дыхалку, как вот мы это называем. Но это за кадр. Ну да, это за кадр, да. Когда ты просто аккуратно вот этот такой достаточно монотонный произносишь текст. Чуть-чуть окрашивай, чуть-чуть. Я тоже писала один сериал за кадр. Был у меня такой опыт. И мне постоянно режиссер говорил, это много, сейчас было много эмоций. Не надо... Красишь, красишь. Это не дубляж. А я привыкла. Это была, по-моему, моя первая тоже роль в за кадре. А я привыкла играть, то, что я вижу, то я и пытаюсь. Потому что очень часто есть такое заблуждение, особенно у тех людей, кто очень хочет попасть в озвучку. И я часто получаю... Мы уже переходим, видимо, еще к одному вопросу. И я часто замечаю, часто получаю сообщения от людей разных, которые пишут мне примерно одинаковый вот такой вот текст. Здравствуйте, у меня очень красивый голос. Мне все говорят, что у меня красивый голос. Говорят, что у меня бы хорошо получилось озвучивать. Как мне попасть в озвучку? Вот это сообщение я получаю просто периодически и в достаточно больших количествах. Причем вот абсолютно точь-в-точь, как будто скопировано. То есть есть такое заблуждение, что якобы красивого голоса достаточно, чтобы озвучивать. Это вот как раз к вопросу о физике. То есть на самом деле, когда ты озвучиваешь роль, тебе нужно прожить все то же самое, что проживает персонаж. Просто пишется только голос. Но мы это говорим в идеальном мире. Очень часто это, конечно, не работает. Я и плачу даже иногда, хотя пишется только голос. То есть все, что происходит на экране, ты это все через себя пропускаешь. Так не получится просто опять это к закадру возвращать. За кадры, да, не обязательно. И то все равно ты должен немножечко как раз это дать. Ты не можешь, если он ржет, сказать это грустно. Все равно даешь. Но в дубляже, соответственно, и физика, без нее вообще никак не получится тогда сделать живого настоящего персонажа. У меня две мысли. У меня параллелились две мысли. Значит, вот первое, что, наверное, с красивым голосом в любом случае можно работать на радио, например, потому что там важно, чтобы голос был там вот этот бархатистый, вот эта вся история. Да, но на радио важно еще помимо голоса быстро реагировать, быстро находиться, не теряться и иметь достаточно высокий уровень интеллекта. И тоже на одном голосе не уедешь, собственно, и получать. Понятное дело. В любой работе нужно уметь использовать что-то, кроме основного инструмента, условно говоря. Да, но в любом случае, опять-таки, красивый голос тоже нужен и для озвучки, и особенно для реклам. Они на это обращают внимание, то есть на твой тембр и так далее. Конечно же, красивый голос играет роль, но это не единственное, что нужно, чтобы озвучивать. И вот этого заблуждения я часто просто слышу, вижу вокруг. Люди думают, что красивый голос – это уже все, я там готов идти к микрофону, озвучивать персонажа. Не всегда так. Ну, это хороший, мне кажется, все равно, как бы сказать, это хороший плюс для начала работы над этим. Ну, это старт, это хороший старт. Если у тебя хороший голос, хорошая дикция, да, нет, говора, что важно, пожалуйста, у тебя все открыто для того, чтобы прокачивать уже свою природу и учиться это все делать. Конечно же, если голос не очень красивый, да, или какой-нибудь с дефектами речи, то, конечно, в рекламу точно нет, да, и так далее. Если только это не спецтак заказ, да, на какого-то конкретного персонажа, где вот он такой. Но, как правило, даже вот таких персонажей, где надо сделать этот дефект, делают те, кто без дефектов. То есть это сыграют, как правило, так. Я вспомнил, значит, почему я перестал ходить на лекции Филла Борисовича в один момент, потому что он как раз начал работать в Щепке, ну, то есть вот он запустили вот эту историю с озвучкой, я такой, классно. А я буквально перед этим, короче, я выбил передний зуб, и у меня он был приклеен, у меня вот до сих пор он не настоящий, и я периодически чувствую себя вот легкая С, хотя уже прошло там сколько, лет шесть. И я пришел, и я такой, ну вот я как бы, он говорит, давай вот книжку читай. Я такой, есть книжки в подъемке. Он такой, все равно читай. И я читаю, и я понимаю, что, блин, ну я лучше могу, я всегда читал лучше, а у меня зуба нет. Вот он такой, и он такой, ну, конечно, да, зуба у тебя нет. Я такой, да. И после этого. Ну, это же временно. Это временно. Да-да-да, но я вот после этого, по-моему, перестал ходить, потому что у меня прям было так, типа, ну, блин, ну я... Ну, сейчас у тебя все в порядке с речью, ты можешь смело идти и... И записывать демку. И сейчас. Да, ну, да, если ты хочешь, то для начала, конечно, демку. И все, кто хотят в озвучку, для начала демку. Это важно. Да. Мне иногда кажется, вот, мне как человеку, который любит смотреть оригинал, вот я из этих, вот из этих, которые... Давай в оригинале, давай в оригинале посмотрим, давай в оригинале с субтитрами. Вот. Но при этом я могу принять за кадр, потому что... Не всегда, в смысле, я иногда смотрю, конечно же, в озвучке, это интересно, и мне нравится, но вот если есть возможность, я стараюсь... Потому что в за кадр, за кадр, это, мне кажется, тоже очень сложно, потому что важно, чтобы человек слышал и оригинал, и как будто бы, как будто бы, на заднем фоне просто тебе как бы условно нашептывали то, что там происходит. То есть, как будто за кадр должен быть как субтитры. И тебе переводят. Да-да-да. Я поэтому, мне всегда интересно, когда появится за кадр в играх. Ну вот да, я и говорю, что иногда много-много, когда за кадр пишешь, что-то не надо, тут не нужны... Я начинаю делать там... Ну вот, кстати, интересно, да. Просто начинаешь там чем-нибудь смеяться, говорит, не надо смеяться в за кадре, то есть смех делать или там физику прописывать. Не надо, и уже такое-то себя просто тормозишь. Да, получается, тоже своя специфика, умение держать вот эту одну линию, чуть-чуть окрашивая эмоцию, чуть-чуть, слегка, потому что, ну, если ты просто монотонно будешь, это тоже никто как бы не будет слушать. Вот. Но при этом не красить настолько, чтобы прям уже играть этого персонажа. то может произойти... В одном случае может произойти Володарский, в другом случае может произойти озвучка аниме, как бы, где все любят покричать и повопить. Озвучивало когда-нибудь аниме, кстати? Аниме? Наверное, нет. Я озвучила пару мультиков, но можно ли это отнести к аниме? Это прям отдельная история, потому что... Это я знаю, да, нет. Аниме не озвучивала, нет. Вот как-то не довелось пока. Это еще один, короче, вообще отдельный мир на самом деле, потому что японцы очень любят делать все на эмоциях. Гротес. То есть они прям там кричат, плачут, вот это все у них происходит. Но, кстати, в мультиках тоже, когда в мультике ты пишешь, ты тоже плюсуешь. И даже в играх иногда ты плюсуешь больше, чем в дубляже. Дубляже, вот надо прямо чтобы органично было. Но вот иногда, я прям помню, я с этим столкнулась, что мне режиссер сказал, нужно вот сейчас прям вот поднажать, так его сделать. Потому что это игра, вот и надо сейчас как-то прям так ярко. А что за игра, если не секрет? Я, честно, не помню, что это за игра. Это было давно. Вот. И я помню, что там было очень много криков, потому что вот это вот давай, бомба, граната, типа, знаешь, там, ну, вот это все. Слушай, но игры же тоже бывают, то есть можно сказать, что игры, игры-мультики тоже существуют. Ну, то есть, где нужно как раз-таки... Ну, да, если ты делаешь... Вот я помню, я в какой-то игре озвучивала Дракониху какую-то невероятной красоты просто. И там просто по полной программе вот это вот все. То есть, ну, как бы ты прям в это включаешься, и прям вот... Ну, это круто. Это тоже удовольствие особое, другое такое. У меня сейчас вот прям вот то, что у меня прям в голове пробудило какое-то воспоминание Драконих. Была у меня Драконих, это, по-моему... Ну, вообще, я люблю неживых. Люблю неживых? Нечеловеческих. Можно заканчивать пока. Нет, я имела в виду... Я люблю очень нечеловеческих персонажей. Это особый кайф их озвучивать просто. Ты понимаешь, что у тебя вот такой раздолье. Ты просто попадаешь как бы вот в какую-то там тембральную, да, в эту краску ты попадаешь, и на ней просто ты кайфуешь. И вот там можно плюсовать. Это даже просит плюсовать. Вот к вопросу тоже о плюсах. Наверное, это больше, когда ты звучишь не человека. То есть, это сразу такой типа наигрыш, ну, грубо говоря, да, но он как бы здесь нужен даже. И тебя потом еще там, например, если должен быть какой-то эхо, да, какой-то голос, там еще даже добавляют эффекта для этого, чтобы сделать вот эту вот какую-то нечеловеческую историю. Где была драконяха? Где? Я пытаюсь... Да я тоже пытаюсь вспомнить сейчас вместе с тобой. Вот просто ты сейчас вот ее, значит, показала, и у меня прям где-то там в закромах памяти, что я точно слышал. Я просто настолько вот все-таки не игрок в игры, да, я больше их озвучиваю. И я запоминаю прям вот основные роли свои, где вот у меня прям большие роли. Вот эти игры, конечно же, я это... Ну, что тут визуально, ты не можешь ничего использовать. А вот где-то какие-то эпизоды, я их записываю, а потом благополучно. А еще название сложное. Вот еще в чем прикол, что у этих всех игр какие-то такие заковыристые, ну, конечно, не как в Ведьмаке, Ведьмак это одно слово, да, а в основном это какие-то такие заковыристые фразы, причем их часто произносят не на русском, да, вот как в оригинале называется игра. И, блин, это все запомнить. Ну, да. Ну, я же еще учитываю, что как бы ты же не видишь при этом, что ты озвучиваешь. Да, и это тоже важно. То есть я не вижу, я не вижу даже кого иногда. То есть, ну, я говорю, могут показать просто картинку, а иногда даже могут и картинку не показать, а просто объяснить, кто и что он делает, этот персонаж, и все. Вот из-за этого как раз, вот я уверен, что многие слушатели встречали вот старые какие-то озвучки, ну, как старые, там, начало двухтысячных, когда вдруг там выходит какой-нибудь персонаж здоровый, накачанный, и там, вот такие вот голоса начинают говорить, или наоборот, когда там какая-то старушка идет в игре и говорит вот так вот. А это все происходит, потому что люди вообще не в курсе, кого они озвучивают, и там о том, чтобы там была какая-то прям нормальная коммуникация в тот момент с разработчиками, там, со студиями, не особо-то и была. И как раз отсюда это, наверное, и появлялось, потому что вот тебе листочек, вот ты персонаж, а какой ты персонаж? Ну, да, если ты не знаешь, конечно, то как ты можешь попасть туда, куда не знаешь? Ну, вот, кстати говоря, я недавно столкнулась с такой историей, я не знаю, сколько это опять можно говорить. Говори. Ну, в общем, я сейчас скажу, если что, потом мы решим. Я смотрела «Форсаж» и столкнулась вот с тем, о чем ты сейчас сказал. Несколько героев, последний «Форсаж», вот он когда был, ну, по-моему, весной, что ли, вышел. Ну, что-то там такое, да. Я «Форсажи» уже так у меня на заднем фоне пролетаю. Да, в общем, несколько героев, совершенно голос. Насколько я помню, он не озвучивался у нас и не дублировался у нас. И получая... Точнее, я поняла, что это не у нас, когда я начала это смотреть. И несколько персонажей, несколько героев, они говорят... Голос совершенно не соответствует персонажу. То, что ты сейчас... О чем сейчас сказал. Хотя они-то видели, когда озвучивали кого-нибудь. И даже такое вот. И я это слушала, я понимала, что это очень сложно воспринимать. И слава богу, что там мало текста, очень много экшена. Ну, их же позвали. Говорят, вот тебе надо озвучить. Человек же не скажет, а я не могу. Естественно, он поймёт. Это уже, наверное, вопрос, кажется, к тем, кто людей набирал, то есть кастинг какой-то проводил. Это много вопросов. Там я уже не знаю, кому, да. Но это очень резало слух. И в этот момент я понимаю, вот действительно, насколько крутой дубляж делает фильм. Да, то есть, насколько может фильм проиграть от некачественной озвучки. Гарри Поттера обожаю. Третий. Как раз профессора... О, господи, профессор Люпин. Его, по-моему, как раз тоже, опять же, Фил Борисович вроде бы озвучивал. Вот я не помню. Я только знаю, что Коля Быстров озвучивал Гарри Поттера. Прекрасный. И рос вместе с ним. Ну, вот третья часть. Мне нравится на русском больше, чем оригинал. Вот как-то так вот там так все совпало, что ты такой, блин, а я вот хочу на русском смотреть и пересматривать. Вот бывает такое. Бывает, бывает. И бывает, что и наоборот, что ты говоришь кому-то, что, знаешь, посмотри в оригинале, потому что, ну, это кино, его нужно смотреть в оригинале. То есть, иначе ты просто не прочувствуешь, что там все-таки записанные уже сказанные тексты, и вот эта посланная эмоция реальным персонажем, да, ты ее сможешь прочувствовать вот настолько сильно, только благодаря тому, что ты посмотришь в оригинале. Не потому, что даже плохая там озвучка, а вообще потому, что вот есть фильмы, которые обязательно нужно смотреть только в оригинале. Поэтому я ни в коем случае не претендую на то, что надо смотреть только русскую озвучку. Нет, нет. Но иногда за счет русской озвучки выигрывает. И фильм, и игра. Да, вот я как раз, тот же «Гарри Поттер» третий, там же вот как раз, ну, Рэдклифф, честно говоря, был странноватеньким актером, когда он был «Гарри Поттером». Потом он уже прям такой, видно, что он такой, так, секундочку, я вообще-то тут могу, я умею, я сейчас вам все что угодно сыграю. Но тогда он был, честно говоря, так. И видно, что «Узник из Кабана» его снимал, Куаронова снимал, и видно, что это режиссер прям, который, так, ну давай уже играй мне что-нибудь, пожалуйста, играй, вот я тебя сейчас за кадром как там по башке. И там уже Рэдклифф что-то пытается. Но в русской озвучке он звучит лучше, гораздо, и передает гораздо больше эмоций, чем в оригинале, опять же. Ну да, бывает так, что есть такая фраза, приходишь на дубляж, говорят, очень плохо играет актриса, типа, ну вот в оригинале, да. Нужно сыграть. Нужно сыграть, её сыграть. Вот, то есть такое бывает. За счёт этого, конечно же, актриса начинает уже играть по-другому, за счёт голоса, потому что это очень большой процент, ну как бы считывание актёрского мастерства. Если ты слышишь, даже голосом сыграно, и даже если не сыграно лицом, то за счёт голоса выигрывает, и повышается уровень, получается, актёрский. Поэтому да, иногда бывает так, что очень плохо играет актриса в кадре, и просит, просит сыграть. То есть она не сыграла, но понятно было, что должно было быть, да, там по теме, по сюжету. Она не сыграла, а просит сыграть просто. Не озвучит, а сыграть уже, голосом, потому что она должна была сыграть. Ну есть же такие, да, истории, опять же, там того же Шрека вспомнить, который вот русским... Тоже в Силу Борисович здравствуйте называется. Он везде, в Силу Борисович везде. Ну то есть как бы... Вот, кстати, это тоже такое искусство, ну, получается, менять свой голос, либо добавлять какой-то акцент. У меня был один фильм, где я озвучила китаянку, и нужно было вот немножечко её... Или кореянку, кореянку. Немножечко азиатить. Да, да, да. И прям вот всю дорогу держали этот акцент. Вот. Или, например, нужно ниже говорить, да, там иногда прям вот, ну как-то по-другому. Или наоборот, если она там помладше, там ты как-то расскажешь, там привет. Да, там такая наивная. То есть вот ты как бы по своему регистру, по тембру гуляешь. И это круто, это как бы больше, получается, можешь охватить ролей. Или детей, например, делать. Раньше же вообще дети писались взрослыми. Это сейчас на площадку, на озвучку приводят детей реальных, а раньше писали взрослые детей. Просто делали детский голос. Очень часто же девушки озвучивали мальчиков маленьких. Просто потому что голос... Ну, сейчас это меньше, это всё равно осталось. И вот в играх тоже часто там, а ты можешь там детей делать, да? Детей делать. Смешно получилось. Ну, в общем, да, ты можешь там детей озвучивать. И вот как бы если ты можешь, там получается уже у тебя диапазон возрастает. Но, как правило, сейчас вызывают уже детей, реальных детей. Давай вот, значит, перепрыгнем к завершению разговора, к сожалению. Вопрос такой, ну, заковыркой. Как сейчас вообще с локализацией? Вот игр, фильмов, потому что, ну, понятно, там сейчас некоторые компании поуходили, и с этим, наверное, всё сложнее. Ну, сейчас, да. Сейчас сложнее. Но, наверное, чуть проще, чем, например, там полгода назад. Как-то сейчас это начинает более, всё-таки больше становится этого. Но в целом сложно. То есть именно кто-то условно приходит, там, заказывает локализации, или оно уже как бы тут само начало опять разрастаться через какие-то студии, которые собирают, не знаю, там, донаты, или уже как будто стало больше кого-то там возвращаться или каких-то находиться путей там обхода. Вот я не могу ответить на этот вопрос, потому что я немножко не в этой теме. То есть я уже такой уже... Короче, зовут больше на озвучку, чем полгода. Этот промежуток, вот этот до того, как я прихожу на студию, меня вызывает, и он как-то где-то решается за моими плечами, так сказать. Поэтому я мало что про это знаю, но если говорить конкретно по факту сейчас, зовут, конечно, чаще, чем это было там полгода назад. Сейчас, конечно, потихонечку начинает... Ну, то есть начало всё это как-то... Да-да-да, оживать, и реклама тоже стала больше, и, в общем, потихонечку как-то всё возвращается. Давай закольцуем наш сегодняшний разговор, и я спрошу тебя о том, о чём я забыл тебя спросить. Первая твоя большая роль в кино. Да, это тоже такая очень судьбоносная история. Сразу назову это роль в Сан-Андреасе, «Разлом Сан-Андреас» называется фильм. Я уже думал, ты про игру, я такой чуть-чуть... Тоже я озвучивала с Севой, и так смешно получилось, что когда мне позвонили и позвали меня на роль, я была не в Москве. Ты Дадарио озвучивала? Да, я озвучивала Дадарио. Блейк. Серьёзно? Блейк, да, её, по-моему, зовут. Да, Блейк. Вот, это моя... Я раз 15 этот фильм смотрел, потому что в тот момент я работал в кинотеатре. Я был администр... Нет, не администр... Начальником смены, что ли, как раз закончил институт, играл в маленьких там театрах, типа вот эти вот истории, играть в театре за 500 рублей. Вот. Естественно, мне нужна была работа, я работал сутки через двое в кинотеатре. И там шёл «Разлом Сан-Андреас». И я его слышал, вот именно не смотрел, а слышал раз сто. Целиком ни разу не посмотрел. Забавно. Но я постоянно его слышал. То есть постоянно в заднем фоне там вот «Скала» и... И Дадарио. Да, и Дадарио. Да, и я. И получается, это вот первая такая главная роль. Мне звонят, говорят, Маша, вот тебя вызывают на озвучку. Я говорю, а я не в Москве? Они говорят, ну, а когда ты будешь? Я там через неделю. Они говорят, ну, типа нет, жалко, но не получится, потому что через неделю уже нам надо записать. И я расстроенная. Ну, как бы мне ещё говорят о том, что это главная роль, как бы, понимаешь, да, я такая расстроенная. Думаю, блин, думаю, ну что, ну как? Что за несправедливость? Знаешь, такое чувство было. Через какое-то время я возвращаюсь в Москву, и мне опять звонит телефон. И говорят, ну, мы тебя ждём там завтра или послезавтра, не помню. Ну, то есть вот ближай. Ты, говорит, вернулась? Я говорю, да, вернулась. Говорит, ну, мы тебя ждём. Я говорю, а на что? Ну, вот фильм, типа, вот помнишь? А как правило, по телефону не говорят и не пишут, что мы будем озвучивать. То есть ты по факту приходишь, уже узнаёшь. Просто роль, как бы, время тебе говорят, сколько примерно нужно будет, что там главная роль могут сказать. И я такая говорю, Валентина Борисовна, а я говорю, мы же сказали, что нет, что мы не успеваем. Она говорит, ну, нет, вот тебя дождалось. И вот это к вопросу о том, что твоё останется с тобой, никуда не уйдёт. И вот это моя первая роль, она меня дождалась, потому что я вернулась и озвучила. Это приятно, это приятная история. То есть у меня тоже такое что-то было, там, связанное с работой, ещё где-то, когда ты вроде такой, ну, нет уже, ну, и ладно. А потом тебе говорят, а, вот там всё, можно. Значит, твоё. Это действительно вот к вопросу, что твоё, оно твоё. Совет мы уже дали, значит, тем, кто хочет заниматься озвучкой. У нас такой философский эфир, такой вот чуть-чуть, с намёками философии. Да-да-да-да-да. Ну, значит, совет уже дали, записать демку тем, кто хочет заниматься озвучкой. Может, ещё какой-нибудь совет дать тем, кто... Тем, кто хочет. Ну, вот первое, конечно, первый вопрос, который задают режиссёры или студия, когда ты пытаешься там даже свою демку предложить. А что... Какое у вас актёрское образование? Что вы заканчивали? То есть, как показывает практика, всё-таки все люди, которые озвучивают, это люди с актёрским образованием. То есть, я вот, честно говоря, даже особо и не знаю. То есть, я уверена, что они есть, что это возможно, без актёрского образования озвучивать. Но это, скорее, больше исключение, потому что первое, как бы, такое, не знаю, грубо говоря, требование, да, чтобы вот эта актёрская школа была. Потому что всё-таки тебе надо играть этих персонажей. Опять возвращаясь к тому, что я говорила, что голоса недостаточно. Это нужно ещё сыграть. За кадр, возможно. Там как раз-таки больше роляет, мне кажется, вот тембр. Ну да, за кадр согласна. Согласна. Может быть, книги, кстати говоря, тоже, если у тебя есть талант держать вот эту мысль и читать. То есть, ну, обознание... Ну, там тоже же нужно вести мысль там, правильно её... Ну да, ну, может быть, не настолько просто именно актёрская здесь нужна история, да? Ну да, ну да. А если говорим про дубляж и про игры, да, вот про игровую такую историю, то, как правило, это... Ну, в основном-то все артисты из театральных вузов, короче говоря. И это на самом деле радует, потому что всё-таки... Понятно, что бывают исключения, но всё-таки хочется, чтобы профессионалы занимались своими делами, а профессионалы в других делах занимались другими делами. Вот это и есть такое. Ну да, каждый должен заниматься своим делом, правильно. Так что идите в театральный. Это ужасный совет, который я, в принципе, вот когда заканчивал, я бы никому не... Ну просто... Кстати, да, я бы тоже. Просто не хочется так... На такой ноте, да, хочется... И обнадёживать не хочется, и в то же время хочется сказать, что всё равно есть везде самородки, да, и если человек действительно талантлив и одарён, то, возможно, ему и не нужно образование, у него получится. Особенно сейчас. То есть сейчас, мне кажется, с развитием вот этих всех историй, то есть вот, опять же, я могу записываться, например, из дома. То есть это сделать не так сложно. Другой вопрос, да, в том, что нужно много тренироваться, много заниматься, много хотя бы там что-то проречь, я не знаю, почитать хотя бы. Вот, и я недавно просто наткнулся на пост на сайте, где девушка, которая занимается озвучкой в какой-то вот из студий именно, вот, которые сейчас сформировались, много достаточно, вот, где ребята собираются, и там за счёт каких-то краудфайдингов, за счёт каких-то там донатов начинают озвучивать, ну, делать дорожки там на фильмы, на вот это всё. То есть это такая полу... Не то чтобы прям вот пиратская история, но и неофициальная. Они просто вот... Да, сейчас этого много стало, и очень много в провинциях тоже люди сидят дома и пишут тоже рекламы. Вот, и она написала пост, знаешь, как попасть в озвучку. Ну, я такой там прочитал это всё, такой ла-ла-ла-ла-ла, там тренироваться, что-то там бла-бла-бла, вот это почитать, почитать. И я просто в комменты пишу ей, что, слушай, забыла самое главное. Она такая, что? Я говорю, книжки вслух читать много. Каждый день. И она такая... Это правда. А, точно! Это правда. И это как бы, да, это, наверное, мне кажется, это основная штука, нужно всё время разговаривать. А как всё время разговаривать? Читать вслух – это вообще идеальный совет для начинающих или даже для продолжающих, чтобы поддерживать себя в тонусе, читать вслух. Я сама иногда читаю вслух специально. То есть я сажусь и читаю вслух. И это удобно в том плане, что всё равно рано или... Во-первых, книжки читать, в принципе, полезно. Да. А во-вторых, рано или поздно как будто бы даже то, что у тебя плохо получается, оно само начнёт чуть-чуть исправляться, потому что ты просто будешь, я не знаю, искать как-то вот это. Ну да, и вообще в целом разминать свой речевой аппарат, как бы сейчас это ни звучало, это нужно хотя бы немного. Вот я помню просто тоже там в институте, когда, значит, в Щепке все учились, все такие едут в метро, и вот эти вот все там ми-ми-ми-ми-ми-ми-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ делают там всякие вот эти вот управления губами в поезде, я так назову это. Вот, и ты такой думаешь, вот я буду делать так всегда. Сейчас такой сидишь в метро, думаешь, ты никогда в жизни, господи, я лучше дома разомнул свой речевой аппарат. Ну да, я тоже в машине так иногда еду, перед озвучкой начинаю вот это всё, там язык куда-нибудь, кончик у носа там растягиваю. Я думаю, если сейчас кто-нибудь заглянет... А, понятненько всё, да. Что с этой девушкой? Ну или наоборот, типа, посигналят. Ну вот, это, мне кажется, более, короче, такая весёлая нота, на которой можно, наверное, закончить, что сейчас как будто бы возможностей стало больше. Это раньше нужно там... Это да. ...на студию прийти, это очень дорого. Сейчас купил самый дешёвый микрофон, и просто, ну, тренируешься, пробуешь. Если умеешь, если получается, то рано или поздно, ну, что-нибудь да и получится, мне кажется. Да, конечно. При желании и усердии по-любому получится. Это хорошее... Всё равно какое-то грустное завершение. С чего начали? Нет, с чего начали, все мы закончили. Бесконечный, значит, бесконечный разговор, вот. Но он должен подойти всё равно к концу, потому что пора... Ну, просто если говорить всегда, что это секта, это секта, как много я слышу, в озвучку не попасть, это нереально, там, только для своих. Ну, если ты так будешь думать, ну, оно так и будет. Да, если ты будешь думать о том, как тебе туда попасть, и что ты можешь для этого сделать, и постепенно-постепенно... Я же тоже не попала сразу на роли, я попала на гуры. Я их отходила достаточно... Несколько лет я ходила на гуры. То есть я писала периодически там уже роли, но я продолжала ходить на гуры. Вот для начала это так. А на гуры попасть актёру именно, если говорим про... с образованием, не так сложно. А дальше уже всё зависит от себя. Ну да. Ну, конечно, сразу хочется. Я хочу сразу, значит, и... Конечно, и мне хотелось, но нет. И Райан Гослинга хочу. Ну, Райан Гослинга я в принципе... Ладно, вот. Я в принципе про то, что... Понятно, что хочется, но надо же потихонечку. Плюс же ещё помимо, например... Я сейчас быстренько скажу ещё, да. Помимо того, что тебе... Ты, например, классный артист, да, у тебя хорошая речь поставленная, там всё супер, да. Но вот этот момент, когда ты подходишь к микрофону и озвучиваешь, да, если мы говорим про дубляж, есть ещё такой момент вот этого навыка, навыка самого этого дубляжа, как это делается. Потому что ты должен успевать смотреть на экран, смотреть на тайминг и смотреть в текст. И вот это вот тут ещё с точки зрения даже технической, внимание должно быть настолько у тебя работать. И это развивается, чтобы это делать лучше и быстрее, только с опытом. То есть ты не можешь прийти и сразу классно начать, даже если у тебя всё есть для этого. Ты не будешь просто понимать и успевать технически, как это всё делать, потому что там много всего. У тебя объектов внимания, там, в одну секунду. Ты должен и роль держать, и персонажа держать, и в тайминг, хотя может подвинуть, конечно, звукорежиссёр, но ты должен всё равно попадать в этот тайминг. И плюс ещё смотреть, получается, успевать этот текст, и чтобы ещё его не читать, этот текст. То есть ты его должен видеть, но проигрывать, но при этом ты его читаешь. Ты же не наизусть его учишь. Текст вообще дают передозвучкой, его заранее не высылают никогда. Это тоже особенность дубляжа. Многие думают, что тебе заранее присылают. Нет. Ты вот первый заходишь в студию, у тебя лежит текст. Всё. Ты его видишь, можно сказать, первый раз. Ну, не можно сказать, а так и есть. И вот в этом ещё сложно. То есть в любом случае нужно постепенно поэтам сначала гуры, потом маленькие эпизодики, а потом уже там большие эпизодики, произошёл процесс губзакатывания сейчас. Я всё сказала. Я понимаю. Я понимаю. Ну, это хорошо. Слушайте. Слушайте и запоминайте, если хотите попасть в озвучку. Ну, и в том числе, я думаю, что много всякого интересного разузнали у нас сегодня про то, как происходит процесс озвучки и игр, и фильмов, и мультфильмов, и закадра, и рекламы, и что там ещё было, и книг в том числе. Полезный, полезный получился выпуск, как мне кажется. Это я таким образом подвожу как раз к завершению и к тому, что если вдруг кто-то на каком-то подкасте уснул неинтересным и проснулся на этом, то, ребят, это значит, был подкаст «Нажми, чтобы начать», и нужно обязательно послушать его сначала, если вы вдруг под конец проснулись. Вот. И в гостях у нас была Мария Борисова, которая много всего разного рассказала и много всего разного озвучивает, и будет ещё озвучивать наверняка. И спасибо тебе большое за то, что к нам заскочила сегодня. Спасибо вам, спасибо тебе. Всё, можно ставить лайки и подписываться, и отправлять друзьям. Субтитры сделал DimaTorzok